Музыка Хотите изменить свою жизнь? Так действуйте, вместо того, чтобы оправдываться, запираться или пытаться казаться счастливым. Доктор Хаус Программа «Грани жизни» приветствует вас. И сегодня мы будем говорить о том, как изменить свою жизнь. Конечно же, об этом мечтают многие. Этой целью изменить свою жизнь задаются многие. Об этом мы поговорим сегодня с вами и с гостем нашей студии. Вы можете участвовать в своих рассуждениях на эту тему. Напишите нам, позвоните нам. Вы видите контактные данные сегодня у себя сейчас на экране. Пожалуйста, будьте смелыми. Мы будем очень рады, если вы напишите нам или позвоните, а мы потом могли бы продолжить наш разговор. А со мной сегодня вместе в студии Иван Малашихин. Добрый день, рад видеть вас. Добрый день. Спасибо, что откликнулись, пришли. И тема, которую мы избрали сегодня, это даже как-то не грань жизни, а как вот эту грань повернуть, как изменить свою жизнь. Но прежде чем мы перейдем к самой тематике, я хотел бы, чтобы наши зрители чуть больше узнали о вас. И поэтому традиционно задаю вопросы, которые начинаются с детства. О чем мечтал Иван, будучи маленьким Ванечкой в детстве? Вообще были очень интересные мечты. С детства я мечтал либо стать серьезным архитектором, либо быть священнослужителем. А также любил путешествия, поэтому думал, что у меня будет большая яхта, я буду путешествовать по всему миру. Вот такие были мечты уже с детства. Ну, насчет яхты, я думаю, что не особо получилось. А вот такой разбег, такое вот разное направление, архитектор и священнослужитель. Все верно. Вот крайности, они как-то вас не смущали? Нет, не смущал. Почему? Потому что с детства очень любил помогать людям, с одной стороны, и очень любил что-то делать и творить руками. Рисовать уже с детства, что-то мастерил и так далее. И у меня это получалось. Поэтому я думал, что можно и одно, и второе соединить. Но вы не сожалеете о том, что вы ни в каком-то бюро, проектировщиком, ни архитектор сегодня? Нисколько нет. Потому что я вспоминаю тот момент, который очень сильно на меня повлиял. Это было в детстве, когда мы с братом росли не очень послушными детьми, как и многие, наверное. Брат старше, младше? Младший брат был. А, то есть вы его, так сказать, лидером для него были, управляли? Мы друг другу помогали. Особенно, знаете, как говорят, яблоки в чужом огороде всегда слаще. Оно частенько так и бывает. Он предлагал, а вы первым через забор. По очереди бывало. И вот в детстве, что на меня очень сильно повлияло, у нас был сосед, дедушка. И мы решили к нему залезть и, естественно, украли яблоки. Дедушка позже узнал, пришел и пожаловался нашему отцу. И он говорит, ну, Василий Иванович, не столько съели яблоки, сколько поломали ветки. Ну и наш отец, естественно, он был очень строгим человеком. Он наказал. Как мог, очень долго. Так, чтобы мы надолго запомнили. Мы с братом очень обиделись. На дедушку или на дедушку? Конечно, на этого дедушку. И поступили до сих пор, мне жалко его, и очень стыдно за то, что мы сделали. Мы взяли кирпичи с улицы, камни, начали бить ему окна, шифер. Бау. Вот такими были непослушными. И забежали за наш дом, и сначала была радость, смеялись. Вот как мы ему отомстили. Но потом мы видим, как идет этот дедушка. Знаете, мысль сразу в голове, он подойдет к отцу, и вдруг он расскажет все. Звонок в калитку. И как бывает, мы думаем, хоть бы мама пошла, хоть бы мама пошла. Естественно, идет отец. Открывается калитка, они о чем-то говорят, и я только увидел руку, которая протянула ведро яблок. И говорю, это вашим ребяткам. Я ахнул. Думаю, как? Он мог рассказать все моему отцу, но сделал этот добрый поступок. Он подарил, зная то, что это мы сделали. После этого мы с братом покаялись и, естественно, помогли ему что-то сделать, как-то починить. Но с этого момента он стал для нас очень важным другом. Ваша жизнь изменилась? Да, после этого я задумался о том, почему этот пожилой мужчина, он мог бы рассказать всю правду моему отцу. Почему он пожалел нас? Почему он поступил так нестандартно? Ну, давайте чуть позже мы поговорим о переменах нашей жизни. Замечательная иллюстрация, это замечательное вступление. Хочу еще несколько вопросов, которые к вашей личной жизни. Вас отец воспитывал больше, чем мама. Что-то в моей жизни вообще сыграло роль от воспитания отца, а что-то и мама. Строгость родителей в воспитании детей, это правильное отношение к детям? Или все-таки теперь, став взрослым, вы говорите, что, может быть, отец был все-таки слишком суров? По разным моментам. Были случаи, когда я подошел к отцу и даже поблагодарил и сказал, папа, спасибо, что ты строго воспитывал в этом, в этом моменте. Но были моменты, конечно, как нам кажется, что родители подходят слишком строго. Тем можно было бы поступить по-другому. А что это за моменты, могли бы так сказать? Вот что как бы разочаровывало вас в воспитательном процессе по отношению к вам со стороны родителей? Скорее всего, это особенно касалось взаимоотношений с Богом и богослужений. Когда мы с детства ходили в церковь, как многие наши сверстники, подростки, мы как шелковые сидели на богослужении. Но если только мы выходили, мы начинали делать беспорядок, баловаться и так далее. И мы ждали, когда наконец-таки закончится богослужение. Очень часто мы не любили богослужение, пока родители не поняли о том, что они что-то делают не так. И тогда они собрались вместе, родители, священнослужители, и начали молиться, что мы можем сделать, чтобы нашим детям было интересно. Мы открывали Библию и смотрели, что Бог, Он прекрасен, удивительный, что Он творческий. Он все делает для нас, чтобы нам было приятно. Мы видели совсем другую грань в жизни наших родителей. Сейчас у Вас есть дети? Конечно, две дочки. Две дочки. Как Вы воспитываете их? В строгости? Или дочь, ну, пускай мама занимается их воспитанием? Нет, строгости сильной нет. Но я то, что пережил в своем детстве, я стараюсь и им передать. Не в смысле строгость, а те ошибки, которые были сделаны надо мной. То есть стараюсь в творческий подход. Бывает даже перед нашим семейным богослужением, меня супруг отводит в другую комнату, я переодеваюсь в Моисея, сажусь, они становятся справа, слева, одна, вторая дочь, я им рассказываю какие-то библейские истории. Иногда вместе с супругой мы готовим для них интересные подарочки. То есть Вы пастырское служение прежде всего проявляете к своим детям? Обязательно. А как я могу другим людям рассказывать, если я сам не буду примером в своей семье? Это очень важно. Как Вы считаете, а вот Ваши дочери сейчас, подрастая, а может быть они тоже хотели бы, чтобы что-то изменилось? Вот Вы говорили, что мы бы хотели, чтобы быстрее закончилось богослужение, чтобы жизнь изменилась как-то так, как Вам хотелось, по отношению того же соседа, по отношению каких-то других бытовых вопросов. А вот дети Ваши, как Вы чувствуете, они довольны той обстановкой, жизнью или хотели бы, чтобы что-то было по-другому? По крайней мере, мы каждый день, когда склоняем колени, молимся у нас каждый день богослужения, я у них спрашиваю. Семейные, домашние. Что Вам понравилось за сегодняшний день? И когда они честно, искренне рассказывают, то мы видим моменты, допустим, вот это не понравилось, вот это понравилось. У нас честные взаимоотношения и открытые. И я не боюсь даже подойти к дочке и попросить прощения, как отец. Некоторые родители думают, ну что, для чего мне подходить и просить прощения за тот или иной проступок перед ребенком. Но если либо супруга, либо я видим, что что-то сделал не так, я подойду, обязательно посажу и поговорю с дочерью. Как это влияет на них? То, что Вы, как отец, вдруг у дочери попросили прощения. Отец попросил у сына, отец попросил, скажем, может быть, дедушку, у внука своего. Ну, может быть, это не совсем как-то этично даже, ведь старших надо уважать, а не прощения должны они просить. Вы знаете, вот те моменты, когда ты смотришь в глаза дочери и видишь, как она расцветает просто, она понимает, что папа заботится о ней, после этого твое сердце просто ликует. Ну, теперь перейдем в целом к нашей основной теме, как изменить жизнь. Почему так много людей, а статистика говорит, что 79% взрослых людей хотели бы в своей жизни перемен, они хотели бы изменить жизнь. Им, ну, не то, что наскучила эта жизнь, они недовольны то, как течет их жизненная река. Почему люди хотят изменить жизнь к лучшему? Хороший вопрос. Как мне кажется, мы созданы по образу и подобию Божию, и от этого Господь заложил это стремление в нас. Ведь Господь при творении, с каждым днем Он делал все лучше и лучше. И это же передалось и человеку. Другой вопрос, как это сделать? Ну, не доволен я сегодняшней жизнью. Ну, не нравится мне то, что дорогие, скажем там, дорогая обувь, дорогая одежда, продукты где-то подорожали. Вот это мне все не нравится. Мне хотелось бы вернуть. Некоторые люди мечтают или, вернее, наверное, не мечтают, а вспоминают далекое прошлое, когда булка серого по 16, булка белого по 24. И, по крайней мере, люди из моей эпохи очень часто об этом говорят и вспоминают, помнят, помнят те. А я как-то был недавно по Золотому кольцу, не помню в каком из этих городов Золотого кольца, есть музей, в котором есть целое отделение. И продукты питания, все товары, которые продавались когда-то в советских магазинах, стоят по тем ценам, ну, для образца. И расценки, прескуранты, все это так. Вот, может быть, ни наоборот, не поменять к лучшему, а вернуться к прошлому? Мы должны помнить прошлое, но идти вперед в будущее и ценить то, что есть. Есть одно красивое выражение, когда есть, не ценишь, потеряешь, плачешь. И очень важно не только ценить то, что было в прошлом, но использовать то, что сегодня Бог тебе дал. В моей жизни был случай, когда я познакомился с одним молодым человеком. Очень печальная, с одной стороны, история, но она меня очень многому научила. Священнослужитель попросил посетить его, так как позвонила мама и говорит, «Смогли бы вы в церкви прийти помолиться с моим сыном?» Когда мы пришли вместе с пастором, зашли в комнату, этот молодой человек, его зовут Александр, он парализован. На тот момент 25 лет было, когда мы с ним встретились. Бежит молодой человек, и я думаю, 5 лет он был парализован. Когда ему было 20 лет, он вместе с друзьями решил отпраздновать свой день рождения. Они пошли на реку, как многие молодые люди сегодня это делают, они подвыпили, и решил нырнуть в реку. И он неудачно нырнул и подвернул позвонок, и парализовал его. Знаете, тяжело было посмотреть на человека, который молодой, в расцвете сил. Наверное, у него было очень много планов, идей. Он хотел создать семью. И он лежит, все. И он понимает, что у меня нет будущего. И он интересную фразу сказал. Он говорит, «Раньше у меня не было времени на Бога. У меня были свои планы, все. И когда этот случай произошел со мной, я очень обиделся на Бога». Он говорит, «Я плакал, я думал, Господи, почему ты это сделал в моей жизни? Но прошло время». Он говорит, «С другой стороны, сейчас я понял, что у меня много времени». Знаете, я подумал, почему этот молодой человек, который парализован, даже он нашел радость. Мы, имея руки, ноги, не имеем такой радости. Не ценим порой. Конечно. Возле его кровати лежала газета «Сканворд». Я беру и смотрю, идеально ровный почерк. Я обращаюсь к нему и говорю, «Александр, ты интересуешься?» Он говорит, «Да, у меня много времени, что еще делать? Я что-нибудь люблю разгадывать сканворды». Обращаюсь к его маме и говорю, «Вы, наверное, помогаете ему такой ровный почерк. Так пишите». Он говорит, «Нет, это он сам пишет». Я говорю, «Как?» И она показала специальное устройство, которое дощечка, там прикрепляла на эту газету, вставляла ему в… То есть руки без движения у него. Абсолютно, полностью. То есть он ртом брал. Берет карандаш и ровно идеально пишет. Этот случай очень сильно на меня повлиял тоже. Это такой особый случай, конечно, в жизни. С чего начать вот просто человеку, который, ну, пришел к сознанию, что, ну, так жить нельзя, надо что-то менять? Ну, поворчал он там на эти цены, ну, недовольствуется там, может быть, условиями квартиры своей или дома. Вот с чего начать? Вот первый шаг, что бы вы посоветовали сделать человеку, чтобы изменить свою жизнь? Кто-то сказал, чтобы изменить свою жизнь, изменить порядок в голове, нужно сначала сделать порядок вокруг себя. Все начинается с утра. Есть буквально даже будильник, простые вещи. Начать вставать раньше и обязательно планировать для себя. Попорядочить свой день. Конечно, обязательно. И как я начинаю, это обязательно с молитвы. Господи, сегодняшний день я хочу провести по-другому. Что я могу сделать? И самые важные дела не оставлять на потом, на вечер, а именно делать с утра. Второй очень важный момент в моей жизни, как в жизни отца, мужа, это постараться что-то сделать для своих детей, для своей жены. Потому что когда ты сделаешь какое-то благо для ближних, и тебе радостно, и тебе совсем по-другому, и день проходит иначе. И это очень важно. Этот момент, он поможет в жизни очень многим людям. Помогая другим, в первую очередь мы помогаем себе. Хочешь быть счастливым? Сделай счастье другому человеку. Очень важный момент, чтобы проанализировать, может быть вместе с семьей сесть, что вы хотите от своей жизни. Как священнослужитель, многие люди подходят ко мне, я задаю этот вопрос. Что ты хочешь от своей жизни? Многие люди не знают. Они как белка в колесе. Работа, семья, дом. То есть они даже не задумываются, что жизнь могла бы быть другой. И когда они делают остановку, это очень важно. Каждый день делать остановку. Куда ты движешься? Как прошел твой день? Что ты вообще хочешь? Получаешь ли ты радость от того, что происходит в твоей жизни? То есть одним из первых шагов вы предлагаете упорядочить? Да. То есть упорядочить расписание дня, график своей жизни. Значит, может быть утреннее, для того, чтобы утром всегда вовремя вставать, воспользоваться будильником, понятно. Поставить цель, может быть поставить и записать, зафиксировать эту цель, пока это не станет постоянной привычкой. Ну, вот вы сказали по отношению к семье, естественно, наверное, цель или порядок по отношению рабочего места, места пребывания. А что делать с прошлым? Вот прошлое просто забыть, выкинуть на помойку или вот стараться просто выгонять эти мысли, то, что было вчера, это все плохо, я не хочу об этом вспоминать. Как вот избавиться от прошлого такого не очень хорошего, от которого мы хотели бы убежать? Избавиться, скорее всего, не получится, потому что рано или поздно оно всегда будет в твоей голове, как воспоминание. Другой вопрос, можно от прошлого чему-то научиться. Даже вот, как я привел пример о поведении нашем с дедушкой, мы научились доброму. Да, мы плохо поступили, но сегодня я смотрю на свою жизнь, чему я могу научиться у этого дедушки. Кстати, тот пример, иллюстрация очень сильная, и коль она запомнилась вам на всю жизнь, и, наверное, больше рука не поднималась кидать камушки в стекло дедушки. Ни в коем случае, наоборот, мы старались ему помочь. И с другой стороны, я думаю, а если я буду когда-нибудь дедушкой, и молодые ребята сделают то же самое, как я поступлю? И не только в будущем, но даже сегодня, каждый день, ты анализируя прошлое, думаешь, а что я могу сделать? Вот каждый день, выходя на улицу, кто-то тебя подрезал на машине, кто-то недоброе слово сказал. Внутри, конечно, вспыхивает сразу негодование, ты думаешь, вот сейчас я тебе скажу, чтобы ты понял, кто ты на самом деле. Но потом Дух Святой останавливает и говорит, тебе нужно смирение. А ты улыбнись, а сделай иначе, чем ожидает этот человек, что было и с нами. Мы не ожидали такого доброго поступка. Ну, согласитесь, что вокруг вас, а может быть и что-то в вашей жизни подобное было, вокруг вас много людей, которые очень хотели бы стать другими, очень хотели бы изменить свою жизнь, очень хотели бы избавиться от вредных привычек, больше не курить, оставить алкоголь, не увлекаться наркотиками. И они не раз себе давали обещание, что это вот сегодня было последний раз, завтра с утра я больше этого делать не буду. Сколько было таких моментов, чтобы молодые люди, да и не только молодые, давали обещание, что теперь с Нового года или с понедельника жизнь будет новая, а у них не получалось. Нет возможности. Или кому-то предписано на роду, что у него может быть счастливая жизнь, а другие так и должны прозябать, как есть. В жизни каждого человека есть этот шанс. Бог каждому даровал возможность развиваться, неважно в каком-то состоянии, здоровье, возможности. У всех разный старт, но направление может быть к лучшему. Ну, у кого-то есть сила, а у кого-то нет. У кого-то, как говорят, человек сильной воли, а у другого этой воли нет. Он хотел бы, он говорит, он даже просит родных. И родные, ну, на каком-то этапе помогли, поддержали. А потом, бам, сорвался. И опять всё, это колесо завертелось, завертелось. И он в отчаянии уже говорит, ну, всё, ну, увидите, отчаялся и, в общем-то, не видит вообще никакого смысла в жизни. Недавно ко мне приезжал один молодой человек, который несколько дней жил у меня дома, и мы тоже с ним говорили, о чём и вы сказали. И один из моментов, который ему подсказал, чтобы победить одну зависимость, у тебя должна быть другая зависимость, но полезная. Если мы говорим об алкоголизме, наркомании и так далее, то у тебя в жизни должна быть зависимость от Бога, в первую очередь. Когда в жизни человека есть понимание зависимости, каждый день, что я встаю, Боже, я сам не могу измениться, сам у меня не получается, я много раз пробовал. То, в первую очередь, помогает, это зависимость от Бога. Второй момент, это не отчаиваться. Как говорит Священное Писание, праведник – это не тот, кто не падает, он может и семь раз упасть. И всё равно поднимется. Он будет тот, кто поднимется. И очень важно это понимать, что даже если ты упал, вставать, стараться. Первый раз не получится, второй раз не получится, сто первый раз получится. Могу ли я, можете ли вы реально помочь человеку поменять его жизнь, изменить к лучшему, раскрасить его новыми красками, сделать из такого серого, прозябающего, безрадостного, вот такое полотно, на котором сияет радуга, светит солнце и вообще всё прекрасно. Ну, я скажу скромно, это возможно Богу. Я могу только направить, подсказать некоторые моменты как служитель, но если говорить о том, кто это может сделать, в первую очередь, это Бог. Второй момент – это, естественно, сам человек, который прислушается к мнению. Не обязательно моему. Если он будет искать направление, я хочу изменить свою жизнь. Ну, а рука помощи разве не лишней будет? Конечно, обязательно. Мне кажется, вот этот эпизод, почему-то вот вы просто сегодня вдохновили меня этим рассказом от дедушки, который принёс ведро яблок мальчишкам-хулиганам, которые натворили беды. Вот мне кажется, это и есть та рука помощи, личный пример, личный пример каждого из нас. И в таком случае, мне кажется, мы говорим о нашей ответственности тех, кто знает и видит, что жизнь рядом со мной находящегося человека может быть изменена к лучшему. И наша помощь, наша поддержка, наш поступок, наш стиль речи, он может повлиять. Но и тем не менее, вот всё попробовал. И рука помощи была, и сам пытался сделать, но не получается. Вот вы говорили о Боге, но Бог же далеко как-то так от всего живого на земле. Нам так кажется, Бог очень близко. Каждый христианин, он в своей жизни видел руку помощи Бога. Второй момент, каждый христианин видел, как вы говорили, тех людей, которых Господь посылает как помощников, как наставников. И когда ты видишь их, это может быть даже в школе, родители, соседи, священнослужитель, то общаясь с ними, ты начинаешь учиться. Ещё очень важный момент – это изучение священного Писания. Когда ты открываешь Библию, видишь примеры тех людей, которые смогли, они побороли проблемы в своей жизни и раскрасили свою жизнь, сделали её лучше, это тоже помогает. И когда ты начинаешь просто молиться, Господи, помоги, или как Иаков, не отпущу, пока не благословишь. Мы вот начали говорить про Священное Писание, про Евангелие, и мне вспоминаются слова из Евангелия, когда было предсказано о рождении Иисуса Христа. «Родит же сына, и наречёшь ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей своих от грехов их». Вот от этих проблем жизненных обещан Спаситель. И мне вот из ваших слов, я чувствую так, что оно вот созвучно с этим евангельским текстом, мне кажется, как раз и вырисовывается вот эта картина. Для тех, кто сегодня в жизни обездолен, или наоборот, у него такая полная чаша всего, что он не знает, что с ней делать, и жизнь просто так прозябает всё равно. И он хотел бы, он хотел бы изменить к лучшему, но нет никаких сил. И вот этот текст, что у нас есть Спаситель, который пришёл в этот мир. А в чём роль Спасителя, чтобы изменить нашу жизнь? В чём его? Просто вот взять и повернуть нас, и сделать, как, знаете, как в какой-то хорошей сказке, фея там взмахнула, и всё засияло. В чём главный смысл изменения жизни через служение Иисуса Христа? Интересно, иногда Господь делает и так, что человек очень быстро меняется. В моей жизни был случай, когда я познакомился с человеком, который несколько раз был в тюрьме, очень много лет сидел на наркотиках, в 90-е он был бандитом. Два с лишним метра роста, боксёр, первый раз убил человека ударом руки. Кстати, очень сильный человек. И когда его впервые увидел, он сидел на корточках и читал Евангелие. Вот этот огромный мужчина, сильный. И он стоит на остановке и просто читает Евангелие. Когда мы с ним познакомились, я спрашиваю, Александр, расскажи, вот как Иисус повлиял на твою жизнь? Ты был наркоманом, убийцей. И вдруг ты стал христианином. И у него сияющие глаза. Его жизнь изменилась. И он рассказывает свой опыт, когда в тюрьме приносили им Евангелие. Кто-то из христиан. Да, кто-то приносил, он говорит, я уже не помню. Первый раз я посмотрел, ну думаю, ну что это может в моей жизни сделать? Я такой крутой человек. Что оно может во мне поменять? Один раз, второй раз. Потом он решил, думает, а дай-ка я почитаю. Он открывает Евангелие и начинает читать. Позже он мне рассказывает, говорит, Иван, ты не поверишь. Я как маленький ребёнок начинаю плакать. Когда в камере меня никто не видит, он говорит, да, для тех я крутой. Я мужчина, который мне крепкий, всё. Но внутри я как маленький ребёнок, я плачу. Потому что я в тюрьме, моя жизнь не удалась, семьи нет. Говорит, и вдруг я вижу, читая Евангелие, что есть другой, который не крутой, который не сильный. Но он выше меня. Говорит, я захотел быть таким. И он увидел в Иисусе Христе пример. Каждый из нас видит и хочет видеть пример. Есть этот пример, это Иисус Христос. И часть людей боятся. Он реально стал другим? Да, он реально стал другим человеком, что даже когда пришёл в свою семью, отец не понял. Он говорит, ты либо под наркотическим воздействием, почему ты так себя ведёшь, почему ты таким добрым стал. Он говорит, я тебя не понимаю. Ты не мой сын. И он изменил свою жизнь. И слава Господу. Именно на него повлияло священное писание, Библия, молитва и искренность, честность. И когда он стремился изменить свою жизнь, да, в его жизни были проблемы. Он приходил ко мне и говорил, Иван, помолись за меня, пожалуйста. Он знал, что в молитве великая сила. И вместе, становясь на колени, мы молились. И здесь ещё есть очень важный момент, когда в твоей жизни есть человек, которому ты мог бы довериться, и ты знал, что он тебя обязательно поддержит. Были моменты, очень поздно он приходил и говорит, помолись, пожалуйста, именно сейчас за меня. И он понимал, что я его не прогоню. Он понимал, что обязательно служитель помолится вместе с ним, поддержит его. И даже сейчас, уже прошло несколько лет, иногда он звонит мне и поздравляет с праздниками, и мы общаемся. И человек изменился. У него было стремление, он понимал, что я сам не смогу. Но, если я поверю полностью и приму Иисуса Христа как своего Спасителя, и Он для меня будет примером, Он будет для меня тем, на кого я хочу равняться, эталоном, говорит, в моей жизни всё получится. Замечательно. Спасибо, Иван, за такой открытый разговор, за эти иллюстрации из своей жизни, жизни других людей. Мне кажется, в этом как раз и есть сила Евангелия, которая меняет человеческую жизнь. Если мы хотим поменять жизнь к лучшему, то наилучшее средство – это обратиться к Господу. Как чудно, дорогие зрители, что у нас есть сегодня вот это живое Евангелие, Слово Божие, которое рассказывает нам о том, что жизнь наша может стать другой, которая рассказывает нам об Иисусе Христе, который является Спасителем каждого из нас. Если вы хотите поменять свою жизнь, если вы хотите жить по-другому, этот шанс есть. Нужно действовать, всего лишь обратиться к Нему и сказать, Господи, я хочу, чтобы моя жизнь стала другой. Научи, поведи меня, и Он поведёт. Будьте счастливы и хранимы Богом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok